Подробнее о конспирологии на службе Кремля поговорим с нашим гостем Игорь Соловей, руководитель Центра стратегических коммуникаций и информационной безопасности. Здравствуйте, Игорь. Доброе вам утро. Доброе утро. Были биолаборатории, была информация о том, что со стороны российской пропаганды, что Европа якобы устанет от войны и перестанет поддерживать Украину. Сейчас вот это разжигание вражды с Польшей между Украиной. Вот вы, как вы наблюдаете за время полномасштабного вторжения Российской Федерации на территорию Украины? Поменялась ли тактика вот этого, вот это ведение этой пропаганды и фейков? Что изменилось? Для начала надо понимать, что средства массовой информации в Российской Федерации это средства массовой дезинформации, а телевизор это как большой инструмент дебилизации населения. Еще в свою бытность, когда я работал корреспондентом Украинского информационного агентства в Москве, я наблюдал за трансформацией, как нормальные приличные телеканалы из информационно-развлекательных превращались в какую-то помойку из смеси конспирологии, теории заговоров и прочего бреда. Вполне респектабельные ведущие становились проповедниками всякой ерунды и становились посмешищем, по сути. И, собственно говоря, ничего нового не произошло. Российский телевизор предназначен для массовой, для такого, знаете, коврового бомбометания информационными снарядами. И, собственно, для успешности этой работы телевизору нужна аудитория. И чтобы вот эту аудиторию привлечь, медиа-менеджеры Кремля идут на всяческие уловки на первом канале, на федеральной тройке телеканалов НТВ, Первый и Россия. Сетка построена так, чтобы в 100% информационного вещания было преимущественно развлекательный контент. И в этот развлекательный контент вклинивать вот именно нужные информационные программы. Тогда проще удержать аудиторию. На каком-то этапе это работало. Большие аудитории очень просто дебилизировать население. Достаточно там вечером включить рубильник пропаганды, и все население России будет об этом знать. Сейчас это сложнее, потому что появились новые каналы донесения информации. И, конечно, медиа-менеджеры Кремля стараются сделать максимум для того, чтобы удержать внимание аудитории. А внимание аудитории можно удержать, конечно, такими вот бредовыми конспирологическими историями. Ну, вот такая сущность людей. Они лучше верят в теории заговоров, чем в какое-то рациональное объяснение событий. А по поводу ракеты, кстати, хотелось бы еще уточнить. На прошлой неделе, которая упала в Польшу, во вторник это произошло, предыдущий. Кстати, новостное агентство Associated Press уволило корреспондента Джеймса Лапорту, который сообщил, что 15 ноября в польском селе Пшиводов упала российская ракета. О чем сообщили уже и The Washington Post, и Daily Beast. Что характерно, что утверждая, что 35-летний Лапорта был уволен после короткого расследования, отметили, что Associated Press ставит новость только в том случае, если ее подтвердили как минимум два источника. Единственное исключение – материал, исходящий от авторитетного лица, который предоставляет настолько подробную информацию, что не возникает сомнений в ее точности. Вот как раз Лапорта сослался лишь на один источник высокопоставленного сотрудника разведки Соединенных Штатов Америки. Да, и тут сразу два вопроса. Во-первых, Россия может сколько угодно рассказывать о происхождении ракеты, там, украинская это была ракета, это С-300, которая пыталась бить российскую ракету или нет, но если бы не было обстрелов, ракетных обстрелов со стороны России, соответственно, не было бы и сути возможного конфликта, которого, по сути, и нет. Между Украиной и Польшей, которая пытается развить всячески российская пропаганда. Это с одной стороны. Вот один момент, хотелось бы тут уточнить у вас, и второй момент сразу. А почему так, знаете, резко? С одной стороны, российская ракета, а потом, ой, подождите, Польша, страна НАТО? Нет, все-таки давайте мы останемся на теории, что это была украинская ракета, это С-300, это ПВО. Так всем удобней, но Украина все равно не виновата, а виновата Россия. Вот здесь два аспекта. С одной стороны, российская пропаганда, а с другой стороны, ну такой, неуверенный ответ НАТО, скажем. Почему так? Ну, для начала надо понимать. Гибель двух граждан в Польше случилась вследствие российско-украинской войны, вследствие российского вторжения на Украину. Дальше, как вы правильно сказали, вопрос расследования, что это было. Украинская ракета, российская ракета, украинская и российская ракета. То есть это вопрос следствия. И, конечно, сейчас говорить об этом еще рано. С другой стороны, конечно, возникает большое удивление вот этим всем информационным сопровождением, как вы правильно заметили. Где-то месяц назад российская пропаганда очень уверенно начала рапортовать, что они воюют совсем не с Украиной, а с целым Западом и агрессивным блоком НАТО. Это случилось, конечно, после Харьковской операции, после того, как они отхватили люлей на других направлениях. И вот надо было как-то объяснить поражение, признаться себе, что Россия терпит поражение у небольшой Украины, которая геремически сражается уже почти год, им не с руки. Поэтому они придумали более сильного врага Запад и НАТО. А тут, получается, ну вот оно, вот оно уже столкновение НАТО и России. И тут до некоторых голов в Кремле дошло, чем это может грозить. А именно втягивание и участие, полноценное участие стран Запада на стороне Украины открывает новые фронты. И, конечно, им это невыгодно, поскольку будет вынуждать новых мобилизационных ресурсов, новое количество техники и вооружения, и они могут просто посыпаться дальше. Вот. И, собственно, этим объясняется, что сначала они как бы говорили об угрозе от НАТО, а потом дали заднюю. Они поняли, насколько сложным может быть будущая война, если НАТО таки вступит в полноценный конфликт. И это свидетельство того, что НАТО до сих пор боятся в России. Боятся не так, как пропагандисты об этом говорят в какой-то картинке, а военное руководство реально боится мощности НАТО. Ну, для нас это также украинский дорогой указ, целеуказание, куда следует идти, если мы хотим обеспечить свою безопасность. По поводу отношения мира, в принципе, к этим всем заявлениям Кремля, пропаганды, по сути, отношения к чиновникам тоже российским. Потому что, например, очередное сообщение о том, что российских чиновников не пригласили на Мюнхенскую конференцию по безопасности. Он сообщил об этом глава конференции Кристоф Гойзгин и написал в Твиттере, мы не дадим им площадку для пропаганды. По словам Гойзгина, на конференции хотят обсудить будущее России с лидерами российской оппозиции и изгнанниками. Их голоса должны быть услышаны и усилены, написал он. То есть вот по отношению именно к нынешним чиновникам, по отношению, как вы сказали, к проповедникам всякой ерунды, то есть к прессе, ну, если можно такое слово, конечно, употребить, ну, скорее, наверное, да, не журналисты, не пресса, а просто к пропагандистам. Видим нерукопожатный Лавров на саммитах, видим отношение к Путину на ШОС на том же, на саммите Шанхайской организации сотрудничества. Вот какое вы сейчас наблюдаете отношение тех же, ну, коллег, ну, не знаю, можно ли опять же таки слово употребить, коллег, средств массовой информации топовых, мировых, по отношению к вот этим проповедникам всякой ерунды. Буду вашу цитату далее использовать. Не хочется стать классиком живым. С точки зрения работы СМИ, СМИ не могут не уделять вниманию одной из сторон, которая является главной проблемой, которая создала эту войну. Поэтому они вынуждены на них реагировать. Ну, такая наша работа. Ваша работа в том числе. Поэтому СМИ вынуждены, Реги. Другое дело, как они на это реагируют. Конечно, предоставлять площадку российским чиновникам для того, чтобы они просто транслировали свои месседжи без каких-то объяснений. Нам с украинской стороны не очень хочется, поскольку мы хотим, чтобы любые действия России сопровождались объяснением. И, конечно, в этом плане украинская сторона очень бы хотела, чтобы все каналы российской дезинформации, которые работают как трансляторы российской, русского мира, как трансляторы российской и путинской пропаганды, они были ограничены. Имеется в виду что? Имеется в виду в первую очередь государственные российские телеканалы, первая тройка федеральных каналов, которые назвала Russia Today. Надо понимать, что они давно не являются медиа, они являются частью военной машины, поскольку информационно обеспечивают ведение боевых действий. А значит, они являются такими же военными преступниками, как и те люди, которые пришли на украинскую территорию с оружием и обстреливают ее ракетами с российской территории. Поэтому украинская сторона, конечно, настаивает на исключении российских телеканалов из спутниковых пакетов, ведущих европейских платформ. В первую очередь это касается Russia Today. Сейчас, насколько мне известно, готовится следующий пакет санкций, и там особое место выделено для Russia Today. Мы в Центре Трогической Коммуникации как раз подготовили обоснование, почему Russia Today это не является никаким медиа, с конкретными признаками, с конкретными примерами, с конкретным разбором этих ситуаций. Почему их надо запретить. И это не имеет никакого отношения к свободе слова, поскольку, еще раз повторюсь, крупные, там все почти сейчас российские СМИ, которые работают на территории Российской Федерации, они в условиях военной цензуры фактически не являются медиа, а являются частью военной машины, которая обеспечивает информационное сопровождение боевых действий. И, Игорь, я бы хотел сейчас еще одну цитату в эфире озвучить. Путин допустил слишком много ошибок, развязав полномасштабную войну в Украине. Он не предполагал, что украинская армия, руководство и западные партнеры окажут столь мощный удар в ответ на агрессию оккупантов. Теперь единственный метод, который фюрер Кремля может использовать, это ложь и шантаж. Это цитата руководителя Центра исследования политического режима России Владимира Огрышко. Ну, собственно, похожую по тональности речь произнес Йенс Толтенберг, генсек Североатлантического альянса. Тоже он говорил о том, что не рассчитывали на такое агрессивное сопротивление и на такую поддержку со стороны НАТО, вообще западного блока. И тут бы хотелось, знаете, еще вспомнить фактор Херсона и отрицательного наступления российских войск на херсонском направлении. Да, вот вообще, заметьте, как постоянно употребляется там отрицательное наступление, выравнивание линий фронта, а не отступление. Да, хотя нужно называть вещи своими именами. Хлопок вместо взрыва, там альтернативная одаренность и так далее. Тут бы хотелось понять фактор Херсона. Может ли он сейчас стать, ну, таким переломным моментом? Многие говорят, что, по сути, после сдачи Херсона российскими войсками, ну, и освобождения вооруженными силами Украины этого города, может посыпаться вся система. Может ли машина пропаганды, ну, перемолоть, скажем так, и это? Я уже даже не вспоминаю харьковское направление, да, и я не вспоминаю сентябрь. Я говорю вот сейчас о том, что произошло, ну, две недели назад, будем говорить так, в общем, да, то, что произошло сейчас фактически. Вы правильно подметили, не буду вспоминать Харьков, что произошло. В этом есть суть российской пропаганды. Они пытаются не вспоминать, не вспоминать. Главный принцип пропаганды — не дарить людям плохих новостей. Людям надо дарить хорошие новости. А если нет хороших новостей, надо о них либо делать негативные, нейтральными, либо вообще не говорить. И вот по Херсону сейчас тактика выбрана следующая. Херсон сейчас пропал из информационной повестки кремлевских медиа. О нем не говорят. Хотя, в принципе, в таком глобальном значении для России это большой удар, поскольку Херсон показал, что любая часть Российской Федерации, законодательно закрепленная в Конституции, в документах, может быть отторгнута. И теперь фастор Крыма, который они 8 лет называют российским, теперь уже становится очевидно, что Крым имеет точно такой же статус, как и оккупированные территории Херсонской, Запорожской области, которые россияне назвали своим, а потом оттуда ушли. Поэтому точно так же будет и с Крымом. Они соберутся, тихонечко уйдут, и никто не вспомнит, что 8 лет он был российским. И там стояли российские войска. Победа — это то, что вы назовете победой. Вот это принцип российской пропаганды, которым они руководствуются. Главное, они транслируют на уверенном, что вот это не поражение, не хлопок, не взрыв, не отступление, а какие-то положительные вещи. Люди молчаливо с этим соглашаются и забывают. Моя подмена понятий. Но вопрос в том, куда же дальше пойдет российская пропаганда. Потому что, ну, понятное дело, я думаю, аксиома, да, если не остановить эту агрессию, то после Украины будет что-то дальше. И вот теперь, например, российские пропагандисты после провала, тех провалах, которые вы упомянули, и краха, планов взять за два дня, да, и так далее, начали обсуждать себе новую жертву агрессии. И Казахстан, вот как заявил один из гостей пропагандистского ток-шоу «Вечер с Владимиром Соловьевым», процитирую, там тоже много россиян. И границ наиболее протяженная, и ядерное топливо для всего нашего Росатома тоже есть. Вот таким образом россияне хотят отвлечь внимание своих граждан от Украины, или как, вот найдя новую жертву для нацификации, Казахстан. Или вот другой момент. И тоже отметим, что президент Казахстана Такаев отказал Путину в военной помощи в рамках ВДКБ, заявил, что не будет признавать так называемый ЛДНР. Ну а сегодня в Армении, которая тоже в ВДКБ входит, там митинги против того, чтобы проходил Совет коллективной безопасности, чтобы ехал Путин, ехал Лукашенко. Тогда два, наверное, момента. Кто же тогда может быть следующий, ну может ли быть Казахстан, страны Центральной Азии, следующие жертвы не только уже пропаганды, а и каких-то планов российской власти. И второй момент, почему вот такие настроения появляются в той же Армении? Это провал больше пропаганды Кремля или какие-то другие моменты? По Казахстану. Казахстан не является новой пропагандистской жертвой Кремля. Это, мы, скажем так, с ним союзники давно в плане как объект атаки. Я помню еще 14-15 год, когда мой коллега по работе журналистом из Казахстана приезжал в Киев, когда у нас был Майдан, потом началась оккупация Крыма, и он откровенно говорил, что, ребята, мы очень внимательно смотрим на вас, потому что мы четко понимаем, мы следующие. Поэтому, конечно, в Казахстане это понимают и предпринимают меры по ограничению влияния всяких там Путин-Форштейеров и русской, русской вот этой, русскомирской волны. У них получается, конечно, у Путина нету сил, чтобы противостоять этому, вот они и бесятся, грубо говоря. Тем более у Путина не хватит сил и потенциала начинать какое-то, ну, открывать новый фронт еще против Казахстана. Поэтому все вот это, вот эта информационная шумиха, я допускаю, что, может быть, и не всегда санкционирована Кремлем, а является инициативой не очень умных экспертов, которых приглашают на федеральные каналы вот этих ток-шоу. Там есть не только тех, кому доверять свою информацию, там остался такой сброд, который может нести все, что угодно, а ему за это ничего не будет. Поэтому, скорее всего, что никакого второго фронта Казахстана не будет. А то, что ищут новые жертвы, ну, пропаганда, ее смысл в том, что информационное пространство имеет особенность, оно всегда должно быть наполнено какими-то новостями. А, конечно, принцип осужденной крепости, вот этот тот принцип, который успешно использовала российская пропаганда уже очень много лет, это и тот, кто постарше помнит, и шпротные войны, мясомолочные войны, сырные войны, газовые войны, то есть всегда винные войны, то есть всегда Россию окружали враги от соседей, заканчивая агрессивным Западом. И так проще сплотить население, так проще объяснить своим людям, почему у них нету колбасы в холодильнике. Конечно, российская пропаганда будет использовать любые поводы для того, чтобы этот образ осужденной крепости поддерживать. Да, можно вспомнить любое обращение президента России. На любой Новый год этот год был тяжелым, следующий будет ненамного легче. Игорь, вам огромное спасибо за это общение. Игорь Соловей, руководитель Центра стратегических коммуникаций, информационной безопасности, только что был в нашем эфире. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова